Всему свое время, в том числе и кронированию зеленых насаждений. Ветви можно подрезать с ноября по март, включительно в период отсутствия сокодвижения. Этим, собственно, и занималась подрядная организация в среду на улице Парижской коммуны. Жители дома 16А пожаловались на густую крону, которая затемняет окна. Шевелюру первому ряду кленов быстро усмирили. Одно дерево с гнилым стволом пришлось спилить полностью. Жители города могут обратиться в управление благоустройства администрации города Иваново. Мы работаем исключительно по заявлениям жителей города. Наши специалисты выезжают непосредственно по заявлению, осматривают данное зеленое насаждение и уже выносят решение, что необходимо с данным зеленым насаждением сделать. Либо это кронирование, систематический уход. Если это аварийное, то мы признаем его аварийным и оно уже подлежит сносу. Администрация проводит работы только на территориях общего пользования. Если насаждения располагаются на придомовой территории, то кронировать их должна управляющая компания. В рамках муниципального контракта в этом году ветви подрежут у 200 деревьев. Каждый день у бригады разный объем работы. Всегда получается по-разному, потому что у дерева есть своя сложность. Потому что есть деревья, которые по 20 метров высотой. То есть можно и за один день сделать одно дерево и 10-10, грубо говоря. После того, как ветви подрежут, место спила обрабатывают краской, чтобы защитить дерево от вредителей. Вывести сучья – тоже задача подрядчика. Стоимость кронирования одного зеленого насаждения составляет 5-6 тысяч рублей. Елена Белова, Денис Денисов, Картова Иванова.